Современная экологическая среда, ускоряющийся технологический рост, региональные конфликты, семейные и профессиональные неурядицы привели к высокому уровню тревожности в обществе и к более агрессивному поведению людей в нем. Улучшить духовный климат, воздействуя на локальные сообщества в регионах, подверженных острому кризису, военному, экологическому или гуманитарному, вот основная цель проекта Международной Организации под названием «Христианское видение». Она была основана в 1988 году в Англии. Объявленной миссией организации стало достижение одного миллиарда людей посланием о Христе. 15-16 октября в Москве прошла конференция церковных партнеров проекта «Интернет-благовестие» под названием «Живи, чтобы спасать». На конференцию прибыло 50 представителей из разных регионов России, от Читы до Санкт-Петербурга. В настоящий момент в проекте участвуют 464 человека из 296 церквей разных городов России. Участники конференции обменялись опытом в «Интернет-благовестии», потренировали навыки общения с различными категориями людей на разные тематики. Основными спикерами конференции стали Алексей Осипенко, евангелист-бизнес-тренер из города Москвы, Иван Кузьмин, пастор церкви Немии, Иркутск, Антон Некрасов, миссионер Ставрополь, Константин Шахтенков, главный представитель Christian Vision в России, молодежный пастор церкви Слово Жизни, Калуга, Павел Новоселов, епископ церкви и ученики Христа города Москвы. Павел произнес очень запоминающую проповедь про то, как побеждать обжорство и о том, как двигаться за Богом, увлекая с собой людей. И я открыл секреты некоторые. Два секрета я вам раскрою за это время конференции. Я осознал, что я некоторых вещей боюсь в моей жизни. Чего я боюсь? Я боюсь взяться за образ своего питания. Как я ем? Все это взаимосвязано. Секс, еда, сон – это наши потребности базовые. Кто знает пирамиду Маслова, да? Я хожу час в день. У вас должно быть 10 тысяч шагов в день вы должны проходить. Минимум час ходьбы непрерывный. Чтобы соединить это с духовной жизнью, я молитву перенес туда. Я хожу и молюсь. Занимайтесь, как я, да? И после этого молитесь. Вы увидите, перемену в мыслях своих. Они чистыми начнут становиться. Зачем ты работаешь? Зачем ты входишь на работу? Зачем ты трудишься? Зачем ты дарил тебя? Написано, корень всех зол что? Сребролюбие, да? Любовь к деньгам не должна тебя вести. Сребролюбие, но деньги не должны быть целью твоей работы, твоего бизнеса. Деньги – не цель. Цель – люди. Люди. И Бог – цель. Бог – цель. И люди – цель. Я проповедовал сегодня о нашем теле как храме Духа Святого. И люди ободрились и увидели, что действительно эта тема, отношение правильное к нашему телу, может увеличить силу Духа Святого в проповеди Евангелия и более эффективными поможет стать нам для этого мира, как служителям Господа. Разъезжаясь по своим городам, участники увезут новые знания, которые будут переданы церквям в регионы и послужат делу распространения благой вести. Вот такие конференции, можно познакомиться, такие пастора. И классно, что эта миссия не только для России. Меня зовут Сергей Филинов, я пастор из города Москва, церковь Преображения. Участвую в конференции CV Outreach. Совсем недавно присоединился к этому служению. И надо сказать, что я очень признателен, очень благодарен, потому что это возможность коммуницировать по-новому с этим миром, с людьми, которые оказываются в нужде. Привет, я координатор чата Север, приехал из Санкт-Петербурга. И вот эта конференция, лично для меня, это как большое такое вдохновение, ободрение, чтобы выйти вот к людям с каким-то новым обновленным сердцем, с новым посланием и дальше продолжать служить вот с таким большим энтузиазмом. Поэтому я рад, что у нас есть вот эта команда. Мы друг другу служим, а друг друга вдохновляемся. Мы видим, что статистика, она растет. Это очень сильно радует. Меня зовут Кирилл, я из города Химки. Конференция проходит отлично. Я первый раз на этой конференции. Здесь мне нравится то, что те мысли, те желания, с которыми я сюда приехал, здесь Бог через слово, через послание, Он соединяет воедино. Мы приехали из Абакана вместе с женой, Элизой. Вот, сейчас находимся там и уже второй год я посещаю конференцию, нахожусь в организационной команде. Вот, и это прекрасное время, очень незабываемые встречи, такие вот, ну, классные конференции. Вот, и очень классно, что она касательно не только России, но также там Киев, ну, разные страны, которые соединяются, также тоже собираются вместе. Классно было бы вообще потом, в общем, всем собраться. Очень сильное видение, очень заряженные люди, готовые менять этот мир для Христа. Поэтому вперед, у нас все получится, впереди еще один день. И мы ожидаем очень больших откровений. И аллилуйя. Для меня эта конференция уже идет второй день, потому что региональные координаторы собрались еще вчера. Мы обсуждали, строили планы, рассказывали, кто как служит, свои результаты делились с деятельствами, очень вдохновляющими. Знать, как проходит в других городах служение. Как у вас успехи? Вот миллион, что это значит? Биллион. Биллион. Миллиард. Да. Видение, CV, христианское видение, достичь миллиарда людей послания на Христе. И вот мы достигаем этот миллиард людей. И сколько достигли уже? Ну, приближаемся к этой цифре. У меня нет точной цифры, поэтому я не могу сказать, сколько. Но приближаемся. И сегодня во время презентации я задал вопрос, а что будет дальше, когда миллиард достигнет? В принципе, уже приближаемся к этой цифре. Поэтому, ну что, CV Outreach закроется, мы всю работу в интернете прекратим или что? Нет, будет следующий миллиард, будем достигать следующего миллиарда. Ну, суть проекта CV Outreach заключается в том, что мы передаем отклики, полученные от рекламных роликов, в которых говорим о послании о Христе, рассказываем о Боге, отвечаем на какие-то насущные проблемы, которые есть у людей. Да, вот судя по роликам, которые я видел, это в основном молодежные такие жизненные. Ну, удивительно, что целевая аудитория основная – это молодежь, часто пишут люди и в возрасте семейными, с какими-то проблемами. А на сегодняшний день 380 церквей подключено в России. Ну, это мизер еще, очень мало. Да, есть населенные пункты, в которых вообще нет церквей. Но за этот год мы подключили практически 100 церквей. Нужно просто пересмотреть эту политику, что мы уже, помимо наших открытых дверей в церкви, должны быть открытыми для тех людей, которые в интернете находятся, которые хотят общаться, которые хотят получить ответы от Бога. Да, они неудобные вопросы задают, они агрессивные вопросы задают, но они хотят пообщаться о Боге. Они хотят, по сути, услышать то Евангелие, которое мы сами должны им дать. По словам организаторов, уже в следующем году будут проведены аналогичные региональные конференции по всей России. В заключении Константин Шехтенков пригласил к сотрудничеству те церкви, которые еще не присоединились к движению «Христианское видение». Подключитесь к нашему проекту, это абсолютно бесплатно, мы не требуем, не просим никаких денег, мы, наоборот, людей снаряжаем, вдохновляем, мы все делаем абсолютно бесплатно для вас, для церквей. И, по сути, это дополнительная возможность для того, чтобы проповедовать людям в свободное время. С вами был канал «Взгляд с небесный», до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова